Доброе утро все! 39 градусов и у нас идет дождь. Опять продолжается, потому что у нас недостаточно дождя, вы понимаете. Холод и дождь. В общем, Анжелика пришла с колледжа и говорит, мама, ты не хочешь на завтрак, потому что я так чай попила, только не завтрак, а я говорю, я тебя угощаю. Я говорю, ты конечно хочу, если ты угощаешь, я иду. Ну, вначале думали с Джашиком ехать. Тут у нас рядом такой красивый ресторан, есть такой country style, я его пару раз показывала. Ну, а потом подумала, мы же все-таки бабушке его отвезти и нормально посидеть, потому что Джашик же не даст мне поесть. Так что будем идти где-то около бабушки рядом, чтобы туда-сюда не мотаться. Сейчас сбросим Джашика и пойдем трапезничать. Ура, дождалась! Итак, ой, темно. В общем, сбросим Джашика. И сейчас будем искать место, где мы хотим кушать. Я не уверена, что тут есть. Пойдем на главную улицу, не уверена, есть это место. Здесь какие-нибудь задвучные места. В общем, покажем, если что. Нашли мы, тут есть тост, называется, ресторан. Тут есть завтрак и бранч. В нашем розовом дистанции. Это замечательное место, но Анжелика, как ей понравилось, говорит, надо сюда вернуться, но она хочет вот эту картошку, которая натертая на терке и жареная, хашбранс такие. А у них одна кусками, она говорит, блин, и пахнет там вкусно. Она говорит, но я очень хочу вот эту другую картошку, так что едем в поисках картошки, хотя это место достаточно симпатичное. Ладно, так уж и быть. Открыла меня сюда, Apple Barrel Cafe, это бочка яблок. 499, 2x, хашбранс и 1 пакетия. Это такой рекламы, мы будем платить за это. Теперь мы прочитаем. Попробуем Чувствовала яйца бедница с фалмандеетским соусом. И дали мне протошку, которую Анжелика хотела иметь у нее завтра. Хочу всем приятного аппетита, кто ест. Друзим после завтрака в роз. Анжелика начинает уже смотреть подарки на Рождество. Она хочет много интересного купить своим братьям и сестрам. У нее пробило на щедрость. Так что, да, я заодно смотрю себе кое-что. Смотрела что-то своим братьям и сестрам, и нашла себе куртку. Блин, такая классная куртка, жопу себе будет греть. А эта будет держать твою бутылку, точно. Я знаю, я пытаюсь найти новую. Но это, как, similar. Нет. Это самое настроение рождественское. Покупать свечки с ароматом рождественского. Я купила себе то пальто, но купила одеяло новое на кровать. Потому что там цены не было на курточке. Она решила не расстраиваться, если вдруг это слишком дорого. Мы идем за малышом. Надеемся, наволочками Анжелика выпросила. Спасибо, бабушка. Спасибо, бабушка. Вот, видишь, как она... Немножко по-русски. И такие бабушки. Замуровала ребенка в свою дубленку. Не, не дубленку, но, короче, кофту какую-то. В общем, идем мы уже. О, да. Холодно, да. Мы еще домой не едем. Мы решили нашему джашку сделать профессиональную стрижку. Дэни говорит как-то. Один раз проходил. Говорит, такой красивый мальчик. Ему надо профессиональная стрижка. В общем, мы идем к нашему... К нашему... В наш барбершоп. Там, где Габриэл подстригается. Заодно Анжелики брови сделаем. И джашку. Посмотрим, если получится сделать стрижку. Как он будет на это все реагировать. Будет интересно. Ну, пожелайте нам удачи. В общем, я в шоке. Посмотрите, как мой мальчик уже короткие волосы такие. Я что-то даже, блин... Знаете, он так страдал. Я думаю, побыстрее, побыстрее. А потом оказалось, что, блин, у нас так уже начало чапать. И, конечно, довели мы Дэла до конца. И вот все. Он уже парень взрослый. Он уже не вебечка совсем. Ну, излодкий. Ну, все равно холесенький, да? Ты же холесенький. Красивый мальчик. Ну, что ты такой взрослый-взрослый. Я бы, конечно, больше волос оставила. Нет? Все. Ты только с улицы. Куда на улице? Там ух! Там ух! Впервые я вообще где-либо увидела линдор-труфеля с фундуком. Короче, взяла попробовать, потому что я вообще фундук обожаю. И трюфеля, и линдор, и вообще выглядит очень даже прикольно. Кстати, хотела сказать насчет же этих семок. Ужас ужасный! Кокосовый аромат. Я думаю, просто будет как, типа, ореховый аромат такой, да? Они сладкие. Это капец. Это ужас. Короче, кто придумал. Не советую, конечно, если вы влюблены в коконат, вам уже подойдет. Мне крайне понравилось вообще. Сало, кстати, не такое, как у нас, но все равно вкусное. С удовольствием поела. Еще этим уксусом немного попрыскала и перчиком, и со свежим помидоркой пошло отлично. Так что сейчас разогреваю чай. Надо погреться немного. Перед тем, как опять возвращаться во двор за детьми. Попробуем забирать детей, чтобы посмотреть их реакцию на чашку прическу. Он спит. И вы из бутерна. Чего так долго идем, а? Что ты видишь? Ребята, мать! Как ты? Тренька не понравилась. О, мой господи. О, мой господи. Он выглядит как крик. Он выглядит как лысый. Ты его дала? В твоей барбер-шоп. Мой барбер-шоп? Да, мы его взяли в барбер-шоп. О, мой господи. Он выглядит так крик. О, мой господи. Это выглядит как крик. О, они выглядят как бутер. Поигрывает лучше, если она д Exjä покормила детей сделала курицу тика масала и софию кстати тоже покормила она к нам пришла дети идут церковь и пытаюсь звонить мужу он не отвечает чего-то он у нас не знаю знаешь он должен подавать всякие машки вот эти шея брал вчера свидетельство о рождении на страховку все такое может это его задерживать он не отвечает а мне скоро везти в церковь и я бы не хотела младших вытаскивать вместе с собой мне бы было легче только со старшими но пока что никакого не ответа не привета так что может быть придется всем залазить машину ну ладно и это мы переживем у меня здесь была свечка такая обделанная фельдом слушайте этот фельд вокруг свечки вот так по краям да вот это все начало гореть огнем да и мы с данией тут сидим и болтаем и ничего даже не видим а скажите дело там и говорит смотрите огонь и он так горел моя гирлянда где-то было там и в общем жар от этой свечки перепалил гирлянду на двое прикиньте если бы нас в комнате не было это хорошо что скалит заметил музыка как раз вовремя и я везу девчонок церковь все малыши в тепле уюте и не надо волноваться друзья огромное спасибо за вашу поддержку подписку лайки и просмотр рекламы я желаю вам спокойной ночи до новых встреч и ба ба бай